На месте данного автомобиля я запарковала свою машину. Это было, получается, в субботу, 1 июля, и уехала отдыхать. По приезду автомобиля уже не было. Как выяснилось позже, автомобиль увез эвакуатор. Айгуль сразу же заявила в полицию. Правоохранители установили, что Мерседес стоимостью порядка 12 миллионов рублей забрал бывший муж девушки. Предварительно установлено, что автомобиль забрал бывший муж заявительницы. На данный момент у них проходит раздел имущества в судебных инстанциях. Проверка по данному факту продолжается. Уфимка считает, что забирать автомобиль экс-супруг не имел права, потому как машина принадлежит ей. Данный человек не имеет никакого права забирать у меня машину, которая находится в моей собственности. У него идут мошеннические действия, потому что он из семейного бюджета вывел незаконно земельные участки в большом количестве, переоформил тоже задешево. Меня тем самым он обманул, мне это он не компенсировал. И по суду на данный момент, по закону арестовали его расчетные счета. Сейчас экс-супруги судятся и делят имущество. Бывший муж Айгуль свой поступок объяснил так. Хотел поместить автомобиль под ответственное хранение, пока Фемида не вынесет решение, кому он по итогу достанется. Я забрал свой автомобиль на эвакуаторе, увез его, оставил на ответ хранения. И сейчас ждем решения суда. Когда вынесено будет решение суда, у кого автомобиль останется, у того останется еле, только защищая свое право и сохранить своего имущества. Мужчина также сообщил, что автомобиль Айгуль купила на его деньги. И кредит за него выплачивает тоже он. Вы оплачиваете кредит? Ну конечно, конечно. А, не она, да? Ну она физически это не может делать, потому что если человек не имеет заработка. Да, сейчас она, из-за того, что брак у нас просторит, она вынужден там работать, может какие-то деньги зарабатывать. Даже если зарабатывает на ежемесячную выплату кредита размером порядка 200 тысяч, их все равно не хватит, добавил мужчина. Адвокат Роман Петров в позитивном исходе ситуации не уверен. Он считает, что действия уфимца можно квалифицировать как самоуправство. Машина оформлена на супругу. Таким образом, забирать эту машину, фактически похищать ее, да, он права не имел. Данные действия квалифицируются как самоуправные. За них предусмотрена ответственность. Вот если он в дальнейшем докажет, что по суду машина останется за ним, да, как бы, этим он может оправдаться. Но на сегодня это чистой воды самоуправства. Мы также связались с водителем эвакуатора, который увез автомобиль. Документы, говорит мужчина, ему показали. Поэтому лишних вопросов у него не возникло. У меня для перевозки автомобиля, мне докажутся или для регистрации. Вот, то есть я посмотрел, как бы, знаете, я приехал в грим-парк, мне там ворота открыли. То есть, ну, грубо говоря, ну, что, что, что за глупость. Айгуль же уверена, документы все это время находились в бардачке автомобиля. А значит, доступа к свидетельству о регистрации, кроме нее, ни у кого не было. Так это или нет, выяснят уже правоохранители. А окончательную точку в этом деле поставит суд. Ильсия Румхидинова, Марат Кашапов, Сяуфа.